Всем привет! В этой серии пройдем анализ эффективности майнинга на одной видеокарте GTX 3660 Aero с 6 ГБ памяти на борту. Для этого измерим токи потребления компьютера с этой видеокартой при минимальной и максимальной загрузке видеокарты. Таким образом, вычислим потребляемую мощность устройства и определим стоимость суточного и месячного потребления электроэнергии. Также сравним эффективность использования двух майнеров. Это майнеры от pull-off cryptex.org и ethermine.org. Вы узнаете, стоит ли майнить на одной видеокарте MCI GeForce GTX 1660 Aero или нет, и какой получится от этого доход. Конечно же, не забываем о технике безопасности при использовании электросети и электроустройств. Для определения токов используем клещи амперметр. Напряжение сети будем считать равным 230 В. Итак, ставим видеокарту в слот материнской платы, включаем компьютер. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И видим, что средний ток потребления равен 0,25А. Продолжение следует... Продолжение следует... Чтобы проверить, насколько увеличивается ток потребления при загрузке видеокарты майнером, сначала скачиваем с официального сайта и устанавливаем последние драйвера для видеокарт. А также программу для разгона и контроля видеокарты MCI Afterburner. Субтитры создавал DimaTorzok Чтобы получить наглядное представление о количестве на майнинных криптовалют и оцените результат майнинга в рублях, скачиваем и устанавливаем программу Cryptex с сайта Cryptex.org. Все ссылки в описании к этому видеоролику. Для того, чтобы установить и запустить программу Cryptex, необходимо эту программу подружить с антивирусом, то есть добавить все папки, в которых расположены файлы программы Cryptex в исключении антивируса. Эти настройки также можно найти и на самом сайте Cryptex.org. Операционная система, в которой работает Cryptex, должна быть 64-битная. Программа Cryptex имеет цифровую подпись, которая идентифицирует программу как чистую и доверенную. После добавления в исключение запускаем и устанавливаем Cryptex. Программа проводит тест оборудования на возможность использования для майнинга указанных криптовалют и алгоритмов. Окно программы Cryptex мало информативно, но есть доступ к расширенным настройкам в меню программы. Этот режим называется ProMode. В таком режиме в окне программы мы можем увидеть доступные устройства для майнинга и алгоритмы майнинга и доступные майнеры, которым также можно прописать свои параметры. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как видим, доступно 6 алгоритмов. На данный момент эти алгоритмы не особо эффективны, так как получаемый хешрейт видеокарты в GTX 1660 Aero невелик. Около 7 мегахешей. Плюс этой программы в том, что она позволяет снимать денежную сумму в любой момент как на Яндекс деньги, как на карту, так и на другие кошельки. Эти возможности доступны через аккаунт на их сайте. Комиссия небольшая. Cryptex позволяет увидеть не только хешрейт системы, но и среднее значение доходности в нужной валюте в день и в месяц. У меня валюта рубль. Как видим, средняя доходность системы, состоящая из одной видеокарты GTX GeForce 1660 Aero, составляет в день 78 рублей. В месяц около 2300 рублей. И видим, что средний ток потребления равен 0,25 А. Около 850 Aero. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Берём клещи амперметр и измеряем ток устройства без нагрузки над включённым монитором. Ток равен около 0,25 А. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Использование новых технологий в графических ускорителях GeForce RTX 20 привело к уходу рожанию процесса производства, что отразилось на стоимости топовых моделей. Бюджетный сегмент GPU устройств на базе новой архитектуры представляют NVIDIA GTX 1660. Посмотрим технические характеристики видеокарты. Видеокарта GTX 1660 имеет больше вычислительных текстурных блоков, что важно для майнинга. Графические процессоры GTX 1660 интересны для майнинга благодаря сравнительной невысокой цене. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы определить стоимость электроэнергии, заходим на сайт энергосбыта. Для меня это МОСЭНЕРГО. По таблице тарифов находим тарифы для многотарифного учёта электроэнергии. По этой таблице вычислим стоимость 1 кВт для каждой пиковой зоны. Получается, что в зоне Т2 по цене 2 рубля 13 копеек 8 часов равно 17 рублей. По цене 5.47 в зоне Т3 9 часов 49 рублей. По цене 6.57 рублей в зоне Т1 7 часов равняет 45 рублям. Итого в день около 112 рублей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проводим тест системы с запущенным майнером Криптексом. Видим, что потребляемый топ увеличился до значения в 1,1 А. Вычисляем потребляемую мощность устройства. 1,1 А умножаем на 230 В. Получаем около 250 Вт. Что в 4 раза меньше 1 кВт. Поэтому стоимость потребляемой энергии в день будет в 4 раза меньше и равна 28 рублям. В месяц это составляет 840 рублей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вычисляем чистую доходность в день. От 76 рублей отнимаем 28 рублей, получаем 48 рублей в день. Отсюда чистый доход около 1450 рублей. Хочу напомнить, что этот доход получается майнером Криптекс. По двум монетам, по которым максимальный хэшет видеокарты равен всего лишь 7 мегахэшем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Посмотрим таблицу доходности криптовалют на текущий день для данной видеокарты GTX 3660. По ней определяем, что максимальная доходность хешрейтом в 24 мегахэша по криптовалюте эфир. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На майнере Криптекс за время, пока я считал этот видеоролик, то есть около 40 минут, было выполнено 391 решение с общей суммой в 2 рубля 37 копеек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для того, чтобы проверить хешрейт видеокарты GTX 1660 Аэро по криптовалюте эфир, регистрируемся на пуле Ethermine.org и создаем свой криптовалютный кошелек на монеты эфир. Все ссылки в описании. Скачиваем, устанавливаем майнер с этого сайта Ethermine.org. Майнер Этмайнер. Опять, как и криптекс, добавляем Этмайнер в исключение антивируса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В программе MCI Afterburner задаем разгон для ГПУ температуру. Для того, чтобы майнер работал без проблем, необходимо в Windows правильно задать размер файла подкачки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для того, чтобы проверить хешрейт видеокарты GTX 1660 Аэро по криптовалюте эфир, регистрируемся на пуле Ethermine.org и создаем свой криптовалютный кошелек на монеты эфир. Все ссылки в описании. Скачиваем, устанавливаем майнер с этого сайта Ethermine.org. Майнер Этмайнер. Опять, как и криптекс, добавляем Этмайнер в исключение антивируса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для этого заходим в панель управления системы, дополнительные параметры, где задаем размер не менее 5 ГБ на одну видеокарту. После того, как настроили правильно разгон видеокарты, задали размер подкачки и создали криптовалютный кошелек, осталось правильно настроить БАТ-файл для запуска майнера эфира с нужными параметрами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова В парке со скаченным майнером находится много БАТ-файлов с параметрами для запуска на разных пулах и для табычи разных криптовалют. Находим нужный БАТ-файл для эфира. В нем практически нужно поменять только ссылку на свой криптокошелек. Запускаем майнер эфира. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин В окне с запущенной майнером программы можем увидеть реальный хешрейт видеокарты GTX 1660 Aero. Он составляет почти 21 Мегахеш. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вычисляем предполагаемую доходность в день и в месяц. Как видим, доходность с одной картой будет около 48 долларов или около 3500 рублей, что больше, чем получается при майнинге программы Cryptox. На других криптовалютах это 2300 рублей. Разница составляет 1200 рублей. Для проверки правильности сделанных выводов о возможных доходах на видеокарте GTX 1660 Aero и криптовалюта эфир, заходим на сайт ethermine.org, вводим адрес своего крипто-кошелька в строку поиска. Программа отображает текущее состояние кошелька на пуле. Я включил майнер на 8 часов ночью, тогда минимальный пиковый тариф электроэнергии. Как видим, расчетный ежедневный доход составляет 75,00-тысячных эфира, что в пересчете по курсу 112 тысяч рублей за один эфир на рубли равно 84 рубля, что значительно больше, чем другими майнерами других криптовалют. На сайте пула ethermine.org необходимо указать минимальный порог выплат по крипто-кошельку. Я указал 0,01 эфира. На сайте ethermine.org есть информация о периодах и порогах выплат. Количество дней, когда сможем намайнить 0,01 эфира одной видеокарты GTX 1660 Aero. При 8-мичасовой работе в день. Делим 0,01 на 0,75 и получаем около 130 дней. Таким образом, чтобы получить первый перевод на крипто-кошелек, нужно добывать крипту по 8 часов в течение 4 месяцев. Отсюда вывод. Нужно больший хешрейт и работа круглые сутки. Если поставить еще одну видеокарту GTX 3660 Aero и запустить на добычу криптовалюты круглосуточно, то срок добычи 0,01 эфира ускорится в 6 раз, что составляет не 4 месяца, а всего 23 дня. Это приемлемый вариант. Поэтому нужно ставить как минимум еще одну видеокарту с таким же хешрейтом. Для этого я заказал Razer на Алиэкспресс. Посмотрим, что получится в следующей серии. Кого заинтересовала тема, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok